Конец света. Карагандинцев, едва оправившихся после вчерашнего ливня, сегодня поджидала новая напасть. Технологическое нарушение на ТЭЦ-3 повлекло обесточивание всего областного центра, а также Каркаролинского и Бухожраусского районов. Как горожане пережили несколько часов без света. В сюжете Ирина Вобещевич. Примерно в 10 часов 10 минут карагандинцы стали жаловаться на отключение электроэнергии то в одной, то в другой частях города. Позже стало понятно, что весь областной центр и не только он остался без света. По сетям стали распространяться догадки о причинах, а затем и фейковая информация. Сегодня утром случилась нештатная ситуация на станции ТЭЦ-3 города Караганды и Топарский Гресс-2. На сегодняшний момент сейчас Топарский Гресс уже поднимает нагрузку. Принимаются все меры совместно с КИВОК, станциями для поднятия нагрузки и подачи электроснабжения. Это очень короткий период для потребителей нашего региона. Спустя время руководство области и города стали давать информацию о Баварии. Аким города выехал на ТЭЦ. Причины технологического инцидента выясняются. На текущий момент напряжение подано 11-15. Режим работы станции восстанавливается. На данный момент в городе, часть города находится без электричества. Больницы переведены на режим электрогенераторов. В городе выставлены дорожные подключения для регулирования дорожного движения по улицам. На дорогах действительно был коллапс из-за неработающих светофоров. В организациях остановилась работа, так как многое связано с оргтехникой и интернетом, который тоже работал с перебоями. Обесточенные насосные перестали качать воду, и давление стало падать. Остановили работу в общепите. Общественный транспорт работал без сбоев. На улицах появились люди, которые, как они говорили, были распущены по домам с работы. Раньше при лучинах жили и ничего, выживали. И сейчас выживем. Ну, бывает, бывает чушь. Ну, во-первых, я ничего не смог бы кушать. И, да и все, в принципе. Где только там и рвется, но, конечно, есть минусы некоторые, которые наши монополисты. Как бы, вроде бы мы хорошие деньги платим за коммуналку, вот, да. А ремонтные работы, видимо, они не вкладываются. Особняком выделялись среди всех те объекты, где были генераторы. Там был свет для обеспечения бесперебойной работы холодильников. В основной массе предприниматели рисковали. Это ужасно. Холодильники дергались, прыгали. Мы боимся теперь, что будут ли они вообще работать после того, как было такое отключение. И, конечно, мы с тем и переживаем, что просто уйдем в большой минус, потому что продукция быстро портящаяся. Очень большие трудности, потому что люди вообще не могут ничего купить, потому что наличку никто не привык с собой носить. Все с картами. Карты не работают, терминалы не работают, интернет отсутствует. За наличку, что нет, аппараты не работают, подогреть не можем пищу. Надо иметь наличные деньги. Нельзя доверять все время кассе интернета. Проблема с расчетами была у всех. Безналичная форма оплаты показала свою полную несостоятельность. И даже тогда, когда свет стал поэтапно появляться, программа на кассах дала сбой. И люди не могли даже за наличные деньги произвести расчет в больших торговых объектах. Но пробить они не могут. То есть даже просишь, я вам оставлю деньги, потом пробейте. Мы не можем. То есть полный коллапс. Свет постепенно стал появляться, и карагандинцы возвращались к нормальному образу жизни. Причины технологических нарушений выясняются, сообщили в Акимате. Расследование причин аварии на внешних линиях осуществляет Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан. Говорилось в официальном сообщении.